С добрым праздничным утром, дорогие друзья, в эфире программа «Кайрлэтан». Меня зовут Анар Рзаева. На календаре вторник, 16 декабря, День независимости нашей большой и красивой Родины. Я приглашаю вас провести это утро вместе с нашей программой. И в ближайшие полчаса мы узнаем интересные факты о Дне независимости Республики Казахстан. Поздравим с юбилеем несравненную Бебегуля Ахметовну Телегенову. А задачам казахстанцев – интересным блицопросом. И встретимся в студии с удивительной Розой Рымбаевой. Это «Кайрлэтан». Еще раз с праздником, дорогие казахстанцы. Я думаю, каждый из нас гордится своей страной тем, что мы все вместе создали сильное государство, новую экономику, единое общество. Ровно 23 года назад Казахстан впервые вышел на мировую арену в качестве самостоятельного субъекта международных отношений. А сегодня наша страна – уважаемый партнер, стратегический союзник ведущих мировых держав. Восток и Запад, Север и Юг высоко ценят нашу страну как надежного союзника. Казахстан – это страна, собственным примером показавшая миру, на что способен мирный, трудолюбивый, единый в своем многообразии народ. Один из символов независимого Казахстана – бесспорно наша молодая и красивая столица – Астана. Это город, вобравший в себя все лучшее Запада и Востока. Новые технологии, современную архитектуру, но вместе с тем богатую культурную историю и верность традициям. Голубой стяг с золотистым солнцем, парящим орлом и герб, в центре которого находится шанарак, как символ общего дома для всех казахстанцев. Таким 4 июня 1992 года казахстанцы увидели государственный флаг – образ нового независимого государства – Республики Казахстан. Ныне государственные символы являются гордостью и достоянием всей нации. «С символы работают. Особенно я считаю, что наш флаг тоже наш президент участвовал в ее формировании. Тоже он там одна, не помните, одна, это он сам предложил, чтобы никакой ничего не было». Государственный флаг разработан Шакеном Ниазбековым, а герб – результат огромного труда и творческих исканий, известных архитекторов Шотуу Алиханова и Жандарбека Малибекова. Центральный элемент, вобравший в себя основную идею герба – шанарак, символ семейного благополучия и мира. Расходящийся от него ууки олицетворяет лучи солнца. Еще одним символом независимого Казахстана является золотой человек. Он был обнаружен в начале 70-х годов прошлого века в окрестностях Алматы в ходе раскопок кургана Исык. Курган исследовал известный ученый, основатель казахстанской археологической школы, профессор Кемаль Акишев. Реконструкция расшитой золотыми бляшками одежды и головного убора, захороненного в кургане сакского царя, явила миру из глубины веков образ древнего правителя, которого назвали казахским Тутанхамоном, а само открытие объявили находкой века. Говоря поэтическим языком, независимый Казахстан силен, как золотой человек, бесстрашен, как снежный барс и свободен, как парящий беркут, а мифическая птица Самрук несет богосостояние всему народу, спускаясь на древо жизни Байтирек. Символика – понятие сложное, но и очень богатое. Каждое государство имеет свои символы и эмблемы. Наша страна – не исключение. А что думают казахстанцы о символах страны, мы узнаем из блиц-опроса, который провела Куралай Ташкинбаева. С праздником! С Днем независимости! С праздником, Анара! Доброе утро! Почувствовали вы разницу, отличие этого утра от других? Да, сегодня прекрасное утро, хорошее настроение, потому что сегодня один из главных праздников нашей страны. О, да, согласна с вами. Куралай, ну чему был посвящен этот опрос? Сегодняшний блиц-опрос, конечно же, посвящен Дню независимости. Как известно, ровно 23 года тому назад наша страна оформила свой правовой статус суверенитета, приняла конституционный закон о государственной независимости Республики Казахстан. Это очень большое, конечно, грандиозное событие было, и все внимание уделено этому. Но какие вопросы задавались казахстанцам? Как известно, 23 года тому назад наша страна оформила правовой статус суверенитета и приняла конституционный закон о государственной независимости нашей страны. То есть за эти годы, за эти годы нашего становления, развития, наша страна добилась немалых успехов. То есть нам есть чем гордиться. Нам есть чем гордиться, безусловно. И мне прям хочется узнать, какие же вопросы вы задавали казахстанцам? Мне интересно было узнать у наших казахстанцев, что дала независимость нашим соотечественникам, и знают ли они авторов государственных символов. Об этом, обо всем мы узнаем из нашего Блиц-опроса. Давайте посмотрим. Когда был принят закон о независимости к государственной суверенитете Казахстана? 1991 год. 91. 16 декабря 1991 года. 16 декабря 1991 года. 91 года, 16 декабря. 91 года, да? 16 декабря. От какого года, не помню. Ну, 16 декабря мы отвечаем, где независимость нашей страны. Видимо, тогда и был принят. Что для вас независимость? Ну, независимость – это обособленность от других государств. Свободу. Ну, это когда твоя страна имеет свои собственные границы, когда у тебя есть свой закон, когда у тебя есть конституция, где прописаны по пунктам все права и свободы человека. Зависимость – это независимость. Свобода. Независимый человек – значит свободный человек. Народ свободен. То есть, каждая демократия, каждый человек имеет право высказать свое мнение. Право на свободу. Это гласность. Рамотность. Ну, независимость – это когда ты живешь в свободной стране, когда нет воин, когда, в общем-то, себя комфортно ощущаешь. Что вы вкладываете в понятие Родина? Да, где мы родились. То место, где вы живете, то есть, где вы родились. Родина, ну, это, прежде всего, мои родители, мои предки, мои родные. Ну, и, наверное, все, кто тебя окружает, это и есть твоя Родина. Бескрайние степи. Наш дом – это наша, как родина-мать, говорят же, наша семья здесь. Родина – это то место, где я родился. Это самое лучшее, то, что есть в мире. Каким вы видите Казахстан через 20 лет? Ну, я вижу Казахстан довольно-таки процветающим государством, так как он находится в центре материка. Молодая, развивающаяся страна. Процветающим, в первую очередь. Продвинутый. Я думаю, что выйдем на мировой уровень. Новые технологии, думаю. Более развитой. Среди первых 30 государств мира. Как бы вы в двух словах охарактеризовали Казахстан? Красивые, гостеприимные. Всегда рады гостям с других стран. Казахстан – это одна из немногих стран, которая сохранила при том, что мы в новом веке, в новое время, свои национальные традиции. Это очень важно. Приятные люди и очень красивая природа. Казахстан – кинг-байтак. Я горжусь, что я живу в Казахстане, что Казахстан – это самая хорошая и великая страна. Гостеприимная страна. То есть это очень красивая страна. Я думаю, и народ у нас очень, я уверена в этом, народ у нас очень красивый, добрый, порядочный. Красивая страна, гостеприимная. Это свободная, многонациональная, независимая, мощная республика. Кто является автором флага Республики Казахстан? Автор флага – неизбеков Шакен. Шакен неизбеков. Автор флага – шакен неизбеков. Шакен неизбеков. Кто является автором герба Казахстана? Автор герба – жандарбек Малибекула. Жандарбек Малибеков и Шута Валихана. Сможете напеть гимн Казахстана? Вот видишь, Анара, наши соотечественники очень даже гордятся нашей Родиной. И видят ее через лет 20 процветающей высокотехнологичной страной. Хочется верить, верю, поддерживаю, надеюсь. Спасибо большое, Куралай. Еще раз с праздником. Тебя тоже с праздником. Мне тоже хочется поздравить всех казахстанцев с праздником. И до новых встреч. Вы смотрите Хайрлотан. Напомню, на календаре 16 декабря. Казахстан отмечает главный праздник – День независимости. И еще одной датой знаменателен этот день. Сегодня свой день рождения отмечает народная артистка СССР. Удивительная женщина. Мама. Бабушка. Самый звонкий голос Казахстана – казахский соловей, как зовут ее уже многие десятилетия – Бибигуль Ахметовна Тулигенова. Она по-прежнему на сцене, по-прежнему тысячи поклонников аплодирует ей стоя. Она полна сил, энергии и планов. С днем рождения, Бибигуль Ахметовна. Голос Бибигуль Тулигеновой хорошо знаком каждому казахстанцу. Его теплоте и мелодичности – история и современность нашей культуры. Народная артистка СССР. Герой социалистического труда Бибигуль Ахметовна родилась в 1929 году в семье, где очень любили музыку. Пение с детства было любимым ее занятием и, как показала судьба, призванием. Еще будучи ученицей седьмого класса, она пела в кружке художественной самодеятельности. Именно тогда на юную талантливую певицу обратила внимание известная советская писательница Галина Серебрякова. Она взяла над школьницей опеку, дала ей первые уроки музыки и настояла, чтобы та поехала учиться в Алматинскую консерваторию на вокально-хоровой факультет. Во время учебы в консерватории Бибигуль Тулегенову пригласили работать солисткой казахского радио, где она исполняла популярные народные и эстрадные песни. Потом она была зачислена в труппу Театра оперы и балета имени Абая в Алмате, а через два года ее пригласили в Оркестр народных инструментов имени Курмангазе. С труппой оркестра до 1971 года она объездила весь Казахстан и Советский Союз, а в 1958 году стала лауреатом Всесоюзного конкурса артистов эстрады. За многие годы работы на сцене Государственного академического театра оперы и балета имени Абая Бибигуль Ахметовна исполняла ведущие роли в операх «Кызжебек», «Абай», «Травиата», «Севильский цирюльник», «Дон Жуан», «Снегурочка» и многих других. В богатом репертуаре певицы всеми любимые народные песни, романсы, арии и концерты для голоса Рейнгольда Глиера и Сыдыка Мухамеджанова. В Казахской национальной консерватории имени Курмангазы профессор Бибигуль Тулегенова выпустила несколько поколений вокалистов, ныне представляющих музыкальную элиту нашей страны. Ее забота и поддержка молодых талантов воплотилась в проведении международного конкурса вокалистов Бибигуль Тулегеновой, лауреатом которого стать очень почетно. В Алматы 20 декабря на сцене Государственного академического театра оперы и балета имени Абая пройдет творческий вечер, посвященный выдающейся певице, ставшей музыкальным символом и гордостью нашей страны. ПЕСНЯ Самый главный праздник страны традиционно отмечается с большим размахом. Сегодня во всех городах Казахстана состоятся культурно-массовые и спортивные мероприятия, народные гуляния и концерты. В этот день открыты двери музеев, где проходят специальные выставки, посвященные Дню Независимости. Ельтохсан Тайвельсиздек Жангаргэ. Так называется выставка, которая открылась в эти дни в Центральном государственном музее, посвященное Дню Независимости Республики Казахстан. Экспозиция выставки – это документальный исторический рассказ о событии, который стал предвестником суверенитета страны в конце прошлого столетия. Здесь представлены как архивные материалы, так и фотографии. На этих исторических снимках отчетливо видно настроение людей, их эмоциональное переживание в тот морозный декабрьский день 1986 года. Есть также письма, например, отца Раскулбекова, Кайрата Раскулбекова. Очень много книг вы увидите, в которых есть списки участников, непосредственных участников декабрьских событий. Выставка получилась очень содержательной и насыщенной. Все исторические события, как на ладони – принятие присяги, утверждение флага и герба. Можно освежить свою память и увидеть много интересных моментов развития нашей страны. Например, фотографии всех монументов и памятников, установленных в Алматы и Астане, начиная с 1996 года по 2009 год. Сохранение для будущих поколений визуальных образов важнейших событий на заре независимости и последующих лет развития суверенного Казахстана. Именно такую цель преследуют организаторы выставки. Вызвать чувство патриотизма, воспитать чувство патриотизма у подрастающего поколения, а также ознакомить с малознакомыми или вообще незнакомыми документами, которые у нас хранятся в наших фондах. Из всех представленных экспонатов, как из мозаики, складывается картина формирования независимого Казахстана. Его важные этапы за этот, казалось бы, небольшой срок, в то же время большого пути, благодаря которому Казахстан стал полноправным членом мирового сообщества. Доброе праздничное утро, друзья! Это программа «Кайрлотан». Меня зовут Анар Рзаева. Я с удовольствием представляю вам нашу потрясающую гостью в студии программы «Кайрлотан». Удивительная Роза Рымбаева, известная казахстанская певица, педагог, профессор. Роза Куанышевна, с праздником! Доброе утро! С праздником, дорогая! Спасибо за приглашение! Спасибо вам за то, что вы пришли! Мы сегодня отмечаем главный праздник страны – День независимости. Расскажите, как изменилась страна за эти годы? Я просто хочу рассказать, как произошла вот этот День независимости в нашей стране. Я помню, что я родила Али, старшего сына, в 1991 году. Наша страна приобрела независимость. Мой сын растет вот со дня независимости в независимой стране. Он гражданин независимого Казахстана. И в его жизни он знает такую историю. Казахстан, президент Назарбаев, наш флаг, наш гимн – независимая страна. И он гражданин Казахстана, независимого. Он эту историю вот знает с первого дня рождения. Он, значит, ровесник нашей независимости. Все, что происходит в нашей жизни – это его жизнь. Это его становление, это его окружение, это его атмосфера. Поэтому я думаю, что вот наша молодежь, ровесники моего сына, вот они действительно настоящие представители нашего независимого Казахстана. Потому что с первого дня они живут именно в такой стране. Ну, если мы заговорили о ваших сыновьях, о старшем сыне, о младшем, это потрясающие ребята. То есть если мы ассоциируем их с независимыми, ровесниками независимости, воспитанные, образованные, интеллектуально развитые, всегда вот с таким вот аккуратно относятся и уважительно к людям, я не знаю, это вот залог, наверное, вашего воспитания. Ну, не только, я думаю, что Гены, наш папа был дирижером, музыкантом, композитором, первым продюсером страны, можно сказать, нашей, потому что в то время не было вот дирижера Розером Баева или там администратора, продюсера Розером, такого понятия не было. Он был руководителем нашего ансамбля «Арай», он создал коллектив «Арай», в составе которого работали А-студию, ребята начинали именно в этом составе, 10 лет мы проработали, потом они стали знаменитые, известные, отделились. Он сделал из меня звезду. Он был большой музыкант-дирижер, который воспитал многих-многих наших музыкантов. И я думаю, что эти Гены тоже сказались в моих детях, потому что они профессионально обучаются музыке. Они с первого класса учатся в музыкальном колледже имени Куляш-Байситовой. Естественно, интеллект, знание классической музыки, учеба в этой школе, по-моему, тоже формирует ребят именно на таком уровне. Вы, как никто другой, часто бываете за рубежом, гастролируете. Вы знаете, что говорят о Казахстане. Да. Иностранцы, поделитесь, пожалуйста. Казахстан, Назарбаев, вот говорят. И, конечно, о нашей стране, я хочу сказать, очень хорошие, приятные отзывы. Потому что мы открыты, к нам очень много приезжает иностранцев. Они удивляются нашей Астане, что мы такими шагами растем, семимильными, можно сказать, шагами. Этот факт действительно налицо, потому что наша новая юная столица, она покоряет всех. Потому что, можно сказать, из маленького провинциального города мы выстроили такой современный элитный город. За очень короткий промежуток времени. И наш народ открытый, гостеприимный. Кто бы ни приезжал, они прежде всего этому удивляются. Народ открытый, гостеприимный, добрый народ, дружный. И представители больше 130 народов, национальности живут в нашей стране. И вместе все едины. В мире и согласии. В мире и согласии строят вот эту нашу страну юную. Сейчас мы ненадолго прервемся и обязательно вернемся к нашей интересной беседе. Конечно. А теперь давайте перенесемся в Актобе, где прошла выставка работ учеников Назарбаев интеллектуальной школы. В Актюбинском музее искусств открылась первая выставка творчества воспитанников Назарбаев интеллектуальной школы. Поклонник творчества «Битлз» Олжас Есенбаев изобразил своих кумиров. Портреты, выполненные простым карандашом, впечатляют, признается юный художник, так как точно передают детали и, развивая такую технику рисования, можно добиться потрясающей реалистичности. На лице человека можно увидеть грусть, радость, различные, вообще любые эмоции. Ну и это просто потрясающе, когда человеческое лицо это изображает. Поэтому для меня портрет представляет особый интерес. Каждая работа по-своему индивидуальна. Мне понравились африканские мотивы. Здесь преобладают яркие цвета, которые точно передают настроение автора. Я сам увлекаюсь компьютерной графикой и всегда поддерживаю талантливых ребят. Живопись, графика, портреты впечатляют разнообразие техник и оригинальность исполнения. Все эти работы создавались в перерывах между занятиями делятся школьники. В арт-студии «Тюльпан» сегодня занимаются более 50 ребят. Сложился такой творческий коллектив, творческий дух. Когда дети с удовольствием приходят, я им даю тему, даю материалы, мы вместе рисуем. Я включаю какую-нибудь приятную музыку. Создается такая творческая атмосфера, когда создаются вот такие прекрасные работы. «Талантливые дети талантливы во всем». В экспозиции представлено 56 работ. Первая выставка воспитанников Назарбаев интеллектуальной школы раскрывает многоликий мир, увиденный глазами детей и несущий зрителям свои открытия, откровения и мечты. Доброе утро всем, кто присоединился. Мы продолжаем беседу с нашей гостьей. Праздничное утро с нами встречает несравненная Роза Рымбаева, народная артистка Республики Казахстан, известная певица, педагог, профессор. Наша гордость. Спасибо большое. Спасибо вам, Роза Куанышевна. Ну, теперь поговорим о вас. Вас неспроста называют золотым голосом Казахстана. У вас такая требовательность к самой себе, что я поражаюсь. Вы никогда не поёте под фонограмму. Это правда. Дело в том, что нет такой задачи прямо всех покорить и всех там заткнуть, фанерщиков там, и всегда быть такой справедливой, честной. Нет. Я просто, когда я пою живым голосом, я по-настоящему творю. Я пою сердцем. Я могу донести всю глубину, всю красоту этой музыки именно тогда, когда я сама её исполняю. И действительно, такое выступление всегда находит отклик у зрителя. А когда просто под фонограмму рот открываешь, во-первых, стыдно даже в глаза смотреть людям. Во-вторых, это обман. Не только зрителей, но и самого себя. Потому что фонограмма, она идеально звучит. Нигде никаких фальшей нет. Там особо стараться не надо. Просто рот надо вовремя открывать и попадать в этот ритм. Понимаете, человек не работает. А когда ты живьём поешь, ты выкладываешься полностью. Ты живешь именно этим образом. Ты сто процентов выдаёшь нужную музыку так, как ты можешь выложиться. Поэтому я не представляю по-другому своё творчество. Я только тогда могу по-настоящему выразить себя, как певица ещё. И от содержания песни, от характера музыки зависит и образ актрисы. Мы должны тщательно подобрать соответствующий образ к этой музыке, к этому стилю. И поэтому полное совпадение плюс живой голос, естественно, даёт полноценный, стопроцентный настоящий образ. И ты в этом образе запоминаешься. Тебя слушают с удовольствием, с вниманием. Но плюс ещё, конечно, надо быть профессионалом на сцене. Я, слава богу, имею профессиональное образование. Я перевоплощаюсь и показываю действительно нужный образ. Более-менее я имею в виду точнее, чем кто не учился актёрскому мастерству, кто не проходил это. Или кто не имеет отношения к музыке. Просто, конечно, вы несравненны в этом. Спасибо, моя дорогая. Но я хочу сказать, спросить, опять вернёмся к теме детей. У вас на ветвь тоже получает музыкальное образование. То есть планирует связать свою жизнь с музыкой. Ну, Али уже на сцене. Али уже на сцене. У Али свои зрители, свои поклонницы. Клипы, песни. Да, он признан среди молодых исполнителей лучшим певцом, лучшим композитором, лучший клип у него. Поэтому он действительно свои награды, свои заслуженные награды получает. И имеет вот такие хорошие результаты своего труда. Хотя он тоже начинающий артист. Вот два года он всего лишь на сцене. За два года у него было много премий, много клипов. Он сам пишет музыку. Он сам вместе с режиссёром продумывает сценарий и съёмку клипов своих. А насколько вы требовательны к своим сыновьям именно в плане музыкального творчества? Да. Вы в такой момент помните, что вы мама или вы уже как педагог их оцениваете? Вы знаете, как музыканты, как исполнители мы общаемся наравне. Потому что мы все трое музыканты. И, естественно, фальши, где-то недопетые места, где недоделаны, где недоиграно. Конечно, мы сразу друг друга высказываем. Потому что здесь уже профессионально идёт взгляд. Тут уже ничего не скроешь. Потому что мы уже смотрим друг на друга, не как мать и дети её. Мы профессионально уже разговариваем на эту тему. Что касается моей критики, конечно, дети всегда ждут от меня критики. Потому что, ну, хочешь не хочешь, во-первых, опытная певица. Я уже 40 лет на сцене. И мне видней. Я, конечно, не так жёстко, не так грубо говорю. Я всегда подсказываю. Скоро у нас самый большой семейный праздник – Новый год. А вы будете ещё отмечать день рождения младшего сына. Вы знаете, с независимостью, вот с нашей независимостью связана... Алишка родился именно в этот момент. А с Новым годом связана. Мой младший сын в новогоднюю ночь родился. В 2000 году был милленин 2000. И нам даже дали премии 100 тысяч тенге. Но дело не в премии, потому что не из-за премии. Ведь мы планируем роды свои. Это вот Бог дал мне этого ребёнка. И он по сроку именно в этот момент родился. И каждый Новый год, конечно, мы с волнением ждём. Потому что мы отмечаем день рождения. Но когда он был маленький, он верил в то, что... Конечно, мы так говорили за месяц уже. Вот видишь, весь город готовится к твоему дню рождения. Все уже ёлки поставили, игрушки готовят. Все подарки для себя они готовят. И он в это верил, и ходил такой важный, гордый, серьёзный. Когда был маленький. А сейчас... Сейчас он уже взрослый. Серьёзный молодой человек. Да, у него свои планы очень серьёзные на будущее. Он хочет заняться вокалом. Хотя он пианист. Он профессиональный пианист. И теперь он будет готовиться к вокалу. Хочет поступить даже в консерваторию на вокальное отделение. Я это полностью одобряю. Я рада за него, потому что Али поёт, я пою. Теперь и младший сын будет певцом. Но он уже более серьёзное направление выбрал. Он выбрал консерваторию. Мы будем готовиться. Успехов, успехов ещё раз успехов. Ну вот, хочется, чтобы наша мечта сбылась. Верю, что сбудется. Русского нашёна. Ну и напоследок, ваши праздничные пожелания казахстанцам. Дорогие казахстанцы, уважаемые телезрители. День независимости нашей страны, можно сказать, это главный праздник в жизни нашего народа. Я думаю, независимость дала нам многое. И впереди ещё много-много хорошего нас ждёт. Я в это верю. И вам того же желаю. Спасибо вам большое, Роза Куанышна, за то, что вы уделили время, пришли к нам сегодня в гости, поздравили всех казахстанцев. Я думаю, это для них прям самый лучший подарок этим районам. Спасибо большое за приглашение, Рахмед. Друзья, напоминаю, сегодня, в День независимости, гостей программы Кайрлотан была несравненная Роза Рымбаева, народная артистка Республики Казахстан, известная певица, золотой голос нашей страны, профессор, педагог и замечательная мама. На этом всё. Спасибо, что провели это время вместе с нами. Я, Анар Рзаева, и вся наша творческая команда желаем вам отличного настроения, незабываемых выходных и светлого неба над головой. Ещё раз с праздником, дорогие казахстанцы! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok